Книга «Открытым оком», 7-й том, вопрос 1988, тема богослужения. «Поиск чудес очень сильно проявляется сегодня от мироточения, слез, крови от икон. А в той далекой крепкой верой церкви было ли это?» – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Было и не меньше нашего. Библия была забытой книгой. Хотя пишут, что читали священное писание, но поступали совершенно несообразно с Библией. Видимо, и здесь их положение было весьма и очень похоже на современное православие. Книжка отдельно на полочке, а я сам отдельно, как хочу, так и врачу. Василий Великий очень много опирался на чудеса, и у них у него хватало. Отсюда вывод, что вера у него была слабая, как у католиков и у православных. Тем более, тогда это все было в одном – Вселенская Церковь. 1 Коринфянам 1 глава 2 по 23 стих. «Ибо иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев – соблазн, а для еллинов – безумие. Наличие чудес у кого-то не является гарантией его спасения и его стояния в истине. Отступитесь от чудес» – Матфея 7, 22, 23. «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли именем мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». «Какое еще больше можно измыслить беззаконие, как противиться словам Христа идти на проповедь в мир» – Марка 16, 15. «И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари» – Иоанна 15, 27. «А также вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною». Деяние 1, 8. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будьте мне свидетелями и в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. Дух Святой дан нам не для получения хлеба от ангела с неба, а для благовестия, свидетельства миру». «Что это? Это никто из пустынников не слыхал. Да в какого же Бога? Во что же они верили, надмиваясь своей самоправедностью и не принимая праведности Божьей?» Риблиным 10, 2, 4. «Ибо свидетельствуем, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо, не разумея праведности Божьей и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей». Василий Лики, 1 января Святой Василий тогда молился в церковь перед иконой Пресвятой Богородицы, у ног которой было изображение, и святого великомученица Меркурия, видев воина с копьем. Молился же он о том, чтобы Бог не попустил гонителю и губителю христиан Юлиану возвратиться живым с Персидской войны. И вот он увидел, что образ святого Меркурия, стоявшего в Бериспе Святой Богородицы, изменился, и изображение мученика на некоторое время стало невидимо. Спустя немного времени мученик снова показался, но с сокровавленным копьем. В это самое время Юлиан был пронзен на Персидской войне святым мучеником Меркурием, посланным Пречистую Деву и Богородицу покубить врага Божиям. Стихотворение Паломники, духовные туристы, снабженцы в привокзальной суете, бегите прочь в домах, у вас антихрист, пропали вы, не слыша о Христе. О, сколько их, куда их только гонит, за сувенирами в заначку по хвальбе, не тысячи, а сотни миллионов в туристов превратившихся людей. Они в течение года по крупицам копили деньги, время и желание. Теперь сорвались перелетной птицей к мощам вещам по графику и плану. Их ностальгия по давно умершим, им брелится, коснувшись той святыни, воскреснуть мудрецом из сумасшедших, свободным стать нерабской скотиной. Своими приношениями подпиткой вершат туристы явно чудеса. Читать им некогда, отныне лишь отчитка, в овечку превратиться вдруг из пца. Коллекция из крошек поповские объедки, сухарики-канавки-котелки, афонский фон альфонсам и немфеткам, такие на поверхности легки. Довольные чумажие туристы натренировались святость ущипнуть, от монастырских щей мощей заядлый мистик, сдаст царцем все грехи свои вину. Дикарские обычные басни мироточат в киотах при лампадках, но слово Божие неведомо несчастным, не стало исцеляющим и сладким. Обличены во тьме в толпе скитаться, слепые пастыри слепотствуют народ. Пока во храме тело не свершится Пасха, тогда домой вернется не турист, урод.